Какое-то счастье прибыть вместе с сыном в Агаповку. Если честно, самый большой город на Агаповском районе, это город Пагнитогорск. Вы не знали? Я вам расскажу. Мало того, куда мы приехали? Мы приехали в магазин «Рыбачок». И вот мне дед Сережа, который держит камеру, он сказал, говорит, Леш, объясни, пожалуйста, для чего нужна рыбка? И для чего нужна рыбалка, да? Я сейчас объясню. Я нахожусь в том обществе, где люди почему-то друг друга начинают явно ненавидеть. Представляете, меня ненавидят. Недавно на моей машине написали, почему я так паркуюсь. Я говорю, ребят, а я вас люблю по одной простой причине. Вы же такие же люди, как и я. Понятно, что у вас машины и круче, и больше. И вы бы свои машины могли поставить на парковочку. Почему же вы свои машины ночью ставите возле своего дома? Я сейчас объясняю, дело в чем заключается. У меня пенсия, да, не такая уж большая пенсия, вот. Всего лишь 9, там, с небольшим тысяч рублей. Ну, плюс там небольшие помощники мне, которые выдает государство. И чуть-чуть она стала больше. Но не так уж, чтобы на ней можно было жить и шиковать. Мало того, из этой пенсии я плачу 9 тысяч рублей. И, по сути, я должен был вот таким колбасным быть. Но я не такой, я обыкновенный человек с такими же проблемами. И куда бы я хотел? Я бы хотел поехать просто, просто подышать. Город хорош. Но если вы выйдете на рыбалочку, да, если у вас что-то получится, то вы и удовольствие получите, и расслабление от общения с природой. Вот для чего мы приходим, вот для чего мы приходим сюда, на Агаповский рынок, на улицу Школьную 1-1. Потому что здесь располагается рыбачок. И все, что здесь есть, это для вас, господа. А как мне нравится Агаповка. До сих пор я бы хотел вернуть программу Юг и работать на село. Почему такое не получается? Вопрос открытый. Я его регулярно задаю автору. Но приезд на село меня радует. Здесь хоть знают, что такое телевидение. А знают еще и хорошо на Агаповском рынке. В павильоне рыбачок. А сыночка еще разочек мы продемонстрируем, что находится сверху. Сверху находится малявница. Он уже говорит, малявница. Вообще тема интересная. То есть с помощью этой малявницы вы можете себе взять мальков. Опустили и взяли мальков. Вот. И если честно, вот отсюда до Урала, где вы можете порыбать, 500 метров всего лишь. Недалеко. То есть удочки купили. Кстати, здесь много чего таких вещей интересных. Вот. И на Урале порыбачили. Но дядя Сережа меня попросил объяснить, что вокруг города Магнитогорска вы просто посмотрите на гугл мэп. И в пределах, допустим, 100, там, может даже ближе километра, в огромном 50, просто посмотрите. Очень много, очень много озер. Вот. И там вы можете и щучку взять на малька, и судака, и окуня, естественно. По сути событий, и сегодня, и сейчас, это крупнейший, видимый мною павильон. Во как. Цена аренды, естественно, ниже, как и цена на товар. Ну, а чтобы сюда доехать, разницы-то ведь нет. Зная о том, что комбинат не сбрасывает свои воды в реку Урал, зная его современное производство, хотите качественную рыбку, так сюда, на Урал и на озера. Если бы это была еще зима, то мы бы вам показали самый дешевый мотыль. Но мотыль сегодня, сейчас, он превратился во что? Во что сейчас превратился мотыль? А мотыль, это наши замечательные комары, которые вас кусают. К слову, о репеллентах. И репелленты здесь тоже есть. Но, к сожалению, мотылем вы сейчас ничего не сделаете, потому что это комары. Что ловится, на что можно сейчас поймать? Можно опарыши. Опарыши это производная мух. Ничего, такое случается. Опарыши берете и чипокс. И уже, и уже чебак к вам может. Кстати, чебак так же хорошо ловится и на дождевого червя. И то, и другого здесь, ну, по самой дешевой цене. Уж поверьте мне. Во! Вот сейчас так вот покажу. Вот такие крючки здесь есть. Для чего такие крючки? Ну, расскажите. А я вам сейчас расскажу. Дело в чем заключается. Мы где с вами живем? На Урале. Вот, Урал, насколько я понимаю, он подлиннее река, ну, из-за разряда самых длинных. То есть длиннее только Лена, Енисей, Волга, а дальше, по-моему, Урал идет. Ну, вот, и на Урале есть самок. Так вот, вот с этими крючками вы самок возьмете. И я вам сейчас объясню, где я нахожусь. А я нахожусь на месте, которое вам предлагает распродажа. Распродажа. Это блесна различные и крутые в том числе. Кроме всего, за какие-то копейки вы покупаете леску 50 рублей всего. Вот. И чуть-чуть более дорогая леска. Вот она. 90 рублей. То есть вы мне что хотите сказать, что у нас нету распродаж? Да есть у нас распродажа. И все это дело делается где? На Агаповском рынке. В магазине Рыбачок. Теперь почему Агаповка? Большая часть наших озер это юг нашей области. Так что, господа, юг это круто. Сели спокойно, купили себе все, что можно. И отдыхаете и мозгами, и телом. Как мне хорошо, когда у меня оператор, это мой дядя Сережа. То есть он этим делом занимается. Представляете, я занимался очень давно. То есть когда я последний раз расчехлял спиннинг, так это было в 1994 году. После военной кафедры я как-то к дядю Сереже приехал и выловил в первый раз. Первый раз я на спиннинг поймал три щучки. Как такое случилось? До этого как-то ничего не получалось. Все время распутывалось. Значит, это была хорошая штука здесь, Сережа. И он мне попросил, говорит, про удочки скажи. Да и про удочки расскажу. Никаких проблем нет. Удочки. Вот, удочки самые разные вообще. Вот, если брать ребенка, вот для него вот эта штука 600 рублей. Прямо готовая удочка, да? Ну вот. Если, допустим, я бы хотел на удочку порыбачить и не захотел бы никуда лезть. Ну, хочу я так, издалека. Два варианта, 7 метровых. Может быть, если... 6 метров это слишком много, представляете? 7 метров. Представляете, 7 метров. Я даже в потолок упрусь. И то не получится, если я все это дело разберу. Вот. Есть удочка за 700 рублей. То есть, вот это 600 рублей вместе с... Как эта штука называется? Ну, типа блесна. Не блесна, это как катушка. О, катушка это называется. Все вместе, да? Отдельно удочка 700 рублей. Если что-то хочется полегче, вот, углепластик. То есть, вот цен легко его выдержит. Представляете? Легко. 1500 рублей. Не буду цен дальше, это будет очень далеко. Вот. И другая штука, да, допустим. Удочки бросили. Одну удочку можно, допустим, до налимчика отправить. Или что-то по-другому. Ну, вот, допустим, за карфом, да? Бросили, и пускай она стоит там, смотрите дальше. Вот. Одновременно с этим вы можете и на щучку. О, замечательная. Вот, очень красивая удочка. Причем, если честно, по-моему, даже можно и сама хорошую вытащить. Правда, сом, я так понимаю, все-таки он на блесну не идет. На блесну идет щука, судак и что еще? Ну, и еще остальная другая российская рыба, сделанная, в смысле, в которой может быть на Южном Урале. Вот так вот. Вот так вот мы с сыном думаем о том, что мы, в конце концов, тоже хотели бы рыбалкой заняться. Правильно? Правильно же, да? Сели бы спокойно и занялись бы рыбалкой, да? Было бы красиво, да? Тем более, вот, чем мне нравится Агаповский рынок? Приезжайте сюда, да? Покупайте все, ну, в действительности халява, да? У нас в Магитагорске очень много-много-много-много, очень много различных рыболовных принадлежностей, которые почти с нами не работают. Да и не хотите, не работайте, когда у нас есть Агаповка. Вот. К слову, о том, какие здесь цены. Вот, какие-то канистры, все дешево стоит, по сути, но. Вот. Мангальчик тоже можно с собой взять, небольшой, можно и большой. Кстати, можно и подкоптить кое-чего. Штучки-то есть. Все нормально. Вот. К слову, о том, в чем я нахожусь. На моей башке замечательная шапка из Китая. Очень хорошая. Возьму себе обязательно. Вот, да? И ты бы хотел привести такое, да? Ну, в следующий раз мы тут постоянно работаем. Вот. К слову, о том, что в моих руках. В моих руках прикормка для спортивной и любительской ловли рыбы. Вот. С чесночком. Карась, карп, сазан. О! Бросаете и получаете результат. Я просто недавно посмотрел материальчик такой. Вот. И на прикормку там люди, хорошо все дело у них получалось. Вообще, просто бросают и получается. Красиво, красиво. Ну, что они и живут-то? Вот это уже дядь Сережа вопрос. А дядь Сережа про это не знает. Что если у вас есть прикормка, то рыбка-то к вам быстрее придет. К слову о том, меня часто смотрят в интернете. Не так часто, как мне хотелось бы, но ничего. Все равно, рано или поздно вы это найдете. Рано или поздно все люди, которые сюда приезжают, они должны понять, где все стоит дешево. Так вот, есть такая группа ВКонтакте. К сожалению, я свою страничку из ВКонтакте удалил, потому что что-то мне не сильно понравилось. Но, тем не менее. ВК Агаповка Рыбачок. Агаповка Рыбачок. И вступайте сюда. Поймете. Когда сюда приедете, вам еще и скидку дадут. Вот. К слову о том, что можно взять. Вот. Это мне очень нравится. То есть, раки. Раки сюда заходят. И раки отсюда не выходят. То есть, вы сюда что-то бросаете. Вот. Раковь это дело видит. Это ему все это очень нравится. Он туда заходит. Таких штук можно аж пять же к себе взять. И либо вы рыбачите, либо просто отдыхаете. То есть, шашлычок. Красиво, да, шашлычок? Да, да, да. Но кто-то к шашлычку что-то другое делает. Кто-то может и еще другое взять. К сожалению, я все это дело не кушаю. Но. Вот раки я очень сильно люблю. Я бы, конечно, сейчас с удовольствием раков поел. О, какая штука. Она вам нужна. А куда ехать-то? Школьный 1.1. Это Агаповский рынок. И замечательное место. Магазин рыбачок. Я уже переговорил. Думаю, все будет правильно. И в скором времени я покажу, как я могу отдыхать, ловя рыбку с сыном и супругой. Красиво за моей спиной, да? Красиво. Потому что это Агаповский центральный рынок. И здесь располагается магазин рыбачок. И в этом магазине рыбачок все стоит дешево, да? И спиннинги, и удочки, и прикормка. Все это есть. Вы приезжаете сюда и рыбачьте. К слову о том, где вы можете рыбачить. Можете рыбачить прямо здесь. Здесь что-то Урал. Можете чуть-чуть проехать. И в других местах. И также получить удовольствие от общения с природой. И, возможно, вы еще что-то поймаете на свою удочку. Или, наверное, все-таки про удочку мы и будем говорить.